На всякий случай, для тех, кто меня еще не знает и не слышал, меня зовут Сидорова Елена Владимировна. Я являюсь тренером Центра специалист при МГТ имени Баумана. Я с статусами обладаю сертифицированный тренер, мастер-специалист 2013-й версии нашего пакета, ну и, соответственно, Word-эксперт, Excel-эксперт и так далее. Экологический стаж достаточно большой и уже опыт работы преподавательской деятельности специалисты уже почти 8 лет. Значит, курсы мною проводимые это Excel с 1 по 3 уровень, Word с 1 по 2, PowerPoint, базовая компьютерная подготовка и интернет. Значит, мы сегодня с вами рассматриваем автовозможности программы Microsoft Excel. Какие-то достаточно легкие задания будут, какие-то, может быть, интересные и, может быть, какие-то сложные будут задания. Значит, чем мы занимаемся? Ну, во-первых, мы поговорим с вами о том, как выполняется автозамена в Excel, в отличие от Word, то есть там есть разница небольшая. Что такое автосохранение и, соответственно, какие параметры у нас есть для автосохранения. Поговорим о маркере автозаполнения, его возможностях встроенных и дополнительных для создания всяких последовательностей, прогрессии, списков и так далее. Ну и немножечко попишем формул с использованием функций и способом автозавершения. Начнем с автозамены. Итак, автозамена или быстрый ввод. Значит, с помощью этого инструмента мы можем настроить в Excel борьбу со стандартными опечатками при вводе данных. Попытаемся с вами посмотреть, как настраивается ввод длинных фраз с помощью всяких аббревиатур, то есть укороченных вариантов. Если вы часто используете при вводе данные фразы. И поговорим о том, как быстро ввести в наш текст некий специальный символ. Очень часто спрашивают, вот мне нужно применить вставку еврозначка. На клавиатуре его нет, например. Как сделать? Итак, значит, работать мы будем с вами с чистого листа, поэтому сейчас открываем с вами Excel. Любой версии, какая есть, это не важно. У меня будет открыта 16 версия Excel. Итак, настройки автозавершения или автопода. Они у нас находятся в параметрах Excel. Открываем файл, параметры. Вот когда-то эти настройки были сразу на виду, кнопочка автозамена. Сейчас ее унесли в раздел правописания. И называется кнопка параметры автозамены. Какие-то из настроек, которые мы сейчас увидим, в программе вынесены прямо вот сюда, в диалоговое окошко. Но мы их можем изменить как здесь, так и в диалоговом окне параметры автозамены. Итак, автозамена. У меня стоит в версии английский словарь автозамены. Это будет действовать только в том случае, если вы применяете ввод английского текста и делаете опечатки. Итак, если у нас есть опечатки при вводе текста, то прямо на вкладке автозамена. У нас есть поле, которое называется «Заменять что-то на что-то». И вот здесь в списке уже готовые варианты, часто используемых, вернее, встречающихся опечатков. Так как я вижу, что у меня только английские слова, соответственно, русские варианты он проверять у меня не будет. Нужно ввести самостоятельно. Ну, например, допустим, частенько я делаю опечатки, это как бы не я, это как бы предположение, да, в каком-нибудь слове. Например, в слове «который»… Так, русский язык нужно включить. Вот, и пишу не «который», а «код» и «о-пропускаю». Вот этот вариант я должна в этом окошке прописать, чтобы сказать этот вариант опечатки, заменять на слово «который». Нажимаю на «добавить» и он запоминается, этот вариант. Вот, что, например, еще? Ну, допустим, допустим, слово «тренд» я пишу через «э», ну, мало ли. Вот так, «тренд» заменяю на «тренд» через «е». Снова нажимаю «добавить», ну и так далее. Затем завершаю работу с этим окном, жму «ок», здесь подтверждаю и пытаюсь ввести слово «который» через опечатку. «Который». Нажимаю «пробел» и программа говорит, не понимаю, чего вы там пишете. Давайте попробуем запустить проверку правописания. А клавиша F7. И он мне говорит, да, вижу, что вы сделали опечатку, предлагаю ее исправить. То есть, почему у меня не произошло это все? Да потому что я пишу, как бы, опа, простите, значит, по-русски, а у меня программа смотрит только на английские слова. То есть, сейчас, даже если я вручную прописала в параметрах автозамены нужные мне фразы, он все равно их не будет искать. То есть, вот это отличие Excel от Word. В Word на каком бы языке ни прописали, он бы все эти вариации просматривал. Вот. Это хотела вам показать. Значит, что еще в автозамене можно сделать, значит, если мне необходимо ввести вот эти вот, эти символы, значок C, значок евро, TM и так далее. Значит, я с помощью окна настроек, файл, параметры, правописания, параметры автозамены. Смотрю. Автоматически у меня эти символы уже запрограммированы здесь. То есть, C я могу ввести с помощью скобки C латинскую, пробел поставить, соответственно, евро с помощью E и так далее. Ну, давайте попробуем выполнить это действие. Закроем окно настроек. И в ячейке напишем, используя латиницу, скобочка, C, скобочка. И ставим пробел. Получаем нужный знак. Ну, допустим, в следующей чеке я пишу скобка, TM, латинская, скобка. И снова пробел. Получаю символ TM. Дальше скобка, E латинская, и снова скобочка. И еще раз пробел. Получаю евро. То есть, то, что заложено прямо в самой программе, я использую для того, чтобы быстро вводить символы. Если я не знаю этот вариант, как можно эти символы ввести? Так, кто-нибудь мне сможет на это ответить? Через вставку символов. Да, верно. Через вставку символов. То есть, я встаю в ячейку и говорю вставка, символы, символ. И вот в этом диалоговом окошке ищу нужные мне символы. Хорошо, если никто до меня здесь не работал, и я нужные мне вижу прямо вот здесь вот. А если кто-то поработал и вставлял какие-то символы, тогда этот список будет обновляться постоянно, и тогда мне нужно будет искать нужные мне символы в большом-большом списке. Причем не только внутри одного шрифта эти списки меняются, но еще и в разных шрифтах. Но здесь достаточно просто находить нужную информацию. Все, что находится в группе, в шрифте, обычный текст, это все символы, вводимые с клавиатуры на разных раскладках, русский, английский, латинский, арабский и так далее. Есть шрифт под названием символ. Это особенный шрифт, где используются знаки греческого алфавита, буквы и знаки, которые мы часто используем при написании формул. Всякие там стрелки, значок принадлежности, значок больше равно, не равно, там тождественное равенство. И вот здесь как раз находятся все мои вот эти вот значочки. То есть, я ищу символ, выбираю его двойным щелчком, и он у меня прописывается в ячейке. Если второй, то он будет прописан рядышком. Ну, то есть, разделить потом уже буду либо из ячейки в ячейку, либо, соответственно, пробелами там буду внутри писать. Вот. Кстати, кстати, здесь же мы можем с вами назначить этим символом горячие клавиши. Вот, допустим, часто использую значок вот этот ТМ. Что могу сделать? Могу использовать код встроенный, но мне это неинтересно, то есть, там нужно какую-то манипуляцию делать и так далее. А, кстати, простите, начала говорить, оказывается, это же у нас тоже ворты. Да. Ладно. К сожалению. Итак, значит, вставляем, закрываем, и, соответственно, потом мы их используем. Но, мне кажется, быстрее вот этого способа уже некуда в Excel. Вот. Значит, это по поводу специальных символов, которые мы можем с вами вводить, опять же, взяв их из настроек. Теперь далее. Далее. так, стоп, 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 где у нас презентация потерялась. Дальше. Значит, мы можем с вами заменять длинные фразы на какие-то, вернее, коротенькие сочетания на длинные фразы, если эти слова также мы часто встречаем или эти фразы часто встречаем в документе. Например, допустим, я часто использую фразу «ЦКО-специалист при МГТУ имени Баумана». И писать ее каждый раз вручную неудобно. Копировать тоже нужно искать, откуда копировать. Некоторые на это говорят, а вы же можете написать в одной чеке, потом ниже начать писать, и он же нам предлагает этот вариант. Но здесь есть свои минусы. Во-первых, мне нужно писать в этом же столбце, чтобы он мне предлагал, а во втором случае я отменяю один раз, начинаю писать что-то свое, и больше он мне предлагать не будет. Скажет «Все, хватит». Вот. В этом случае что можно сделать? Но если мы все-таки хотим использовать, значит, мы можем правую кнопку мыши открыть и выбрать команду выбрать из раскрывающегося списка. Третья снизу. Вот. И он мне в этом столбце данные тексты предложит. То есть я могу выбирать, но только не автоводом. Правая кнопка «Выбрать из списка» и выбрать какую из вариантов беру. Вот. А вот теперь по поводу еще раз длинных текстов. что могу сделать? Я могу зайти в файл параметры правописания параметры автозамены. И в поле «Заменять» я введу короткую версию своего названия «ЦКО». Предполагается, что слов таких в русском языке не существует. То есть если это только аббревиатура. Итак, «ЦКО». В поле «Заменить на» я должна написать всю вот эту фразу. «ЦКО» в кавычках «Специалист». А дальше «При МГТУ имени Н.E. Баумана». Нажать на кнопку «Добавить», чтобы программа запомнила. И выйти отсюда через «Ок». 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 Теперь, где бы я не написала большими буквами «ЦКО» и не нажала бы пробел, у меня эта фраза сама автоматически дописывается. Могу на другом листе написать «ЦКО». У нас поставить пробел, он тоже допишет. Можно писать здесь же ниже снова «ЦКО», и тогда он будет предлагать как в обычном варианте эту фразу. «Если вы не хотите, чтобы эта фраза на ЦКО снова реагировала, тогда нужно зайти в «Окно настроек» и убрать эту фразу из списка. Это по поводу автовода, автозамены, ошибок, опечаток и соответственно вот этих длинных текстов. Что далее? Дальше автовод мы часто применяем еще при создании всяких последовательностей, при этом мы используем маркер автозаполнения. Возможности маркера автозаполнения это встроенные, через них мы можем создавать последовательности или прогрессии в качестве арифметической, геометрической и прогрессии дат, то есть списка дат. Дальше мы можем нестандартные последовательности создавать, мы тоже сейчас посмотрим, с использованием например пустых ячеек и использовать списки при создании наших данных как встроенные в маркер автозаполнения, так и пользовательские. Начнем с последовательности. Простейшая ситуация. чистый листик допустим столбики а мне нужно написать какую-нибудь нумерацию. Нумерация это арифметическая последовательность начиная с единицы с шагом в один. Так вот, если вы создаете последовательность с шагом в один, это есть возможность прямо встроенная в маркере. Вариации выполняются так, либо единица двойка выделяем и выполняем протяжку, многие так делают, но это не самый быстрый вариант. Второй вариант ввести единицу, растянуть и потом в маркере автозаполнения выбрать команду заполнить, это тоже неплохой вариант, но мне заранее нужно знать где остановиться, то есть я должна просчитать вручную сколько я их заполнила или потом их удалить, не нужно. Третий вариант, он наиболее оптимальный в нашем случае, это использование протяжки или копирование маркера автозаполнения при зажатой клавише control. То есть мы встаем в единичку, зажимаем control, захватываем маркер автозаполнения, тянем вниз и программа нам выводит подсказочки, какое текущее значение соответственно мы видим где быстро остановиться. Допустим с единицы до 12. То есть это у нас с вами с использованием клавиши control протяжечка. Использованием control. если нам нужна последовательность или прогрессия арифметическая, то есть с добавлением шага, но шаг не равен единице. Тогда мы используем либо первые два значения выделяем и протягиваем, либо мы можем с вами зайти на вкладку главное и воспользоваться специальным инструментом прогрессия, но чаще всего сюда заходит, если у нас длинный список наших данных. Поэтому давайте простенько. Допустим, прогрессия мне нужна из чисел, которые кратны 10. то есть 10, 20, 30 и так далее. Тогда вводим десятку, ниже вводим двойку, выделяем эти два значения и тянем маркером автозаполнения, пока не получите то значение, последнее, которое хотели, например, сотню. с выделением двух первых значений. Если же мне нужно остановиться на позиции, допустим, не 100, а 100 тысяч, соответственно, никто тянуть вручную не будет. Ну, тот человек, который в адеквате и хорошо знает Excel. Тогда мы с вами будем использовать настройку прогрессия из первой чеки с первым значением мы заходим на вкладку «Главное» в группу редактирования, синенькая стрелочка, кнопка «Заполнить» и выбираем прогрессию. Значит, окно прогрессии содержит несколько настроек, желательно не кидаться сразу в то поле, которое вот здесь мигает, потому что часто на него обращают внимание, с него начинают, а потом основной момент пропускают, а основной момент это настройка расположения. Куда у нас эта последовательность пойдет? Вниз по столбцу или вправо по строке? Вот, в нашем случае должно быть вниз, поэтому я восстанавливаю по столбцам, затем тип обязательно проверьте, тип арифметическая, шаг 10, и предельное значение мы оставляем 100 тысяч, 100 тысяч, жмем на окей, ну и соответственно проверяем, действительно последнее значение 100 тысяч, вот, если забыли как, контрл, стрелочка вниз выводит на последнюю заполненную чейку, вот она, контрл вверх возвращает обратно, у нас да, у нас как бы и первый, второй, третий будет переключаться, пока да, да, конечно, конечно, значит, что далее, так, Вадим, вопрос задает, есть, работает ли автозаполнение при включенном фильтре, как вы думаете, интересный вопрос, давайте так, я возьму какую-нибудь табличку, сейчас что-нибудь откроем, допустим, вот, и соответственно что-нибудь отфильтрую, ну, например, отфильтрую по какому-нибудь отделу, данный фильтр отдел, какой-нибудь, вот, если я правильно поняла вопрос, спрашивается о том, будет ли работать автозаполнение, если я вот здесь вот начну нумерацию, то есть, если я поставлю один и потяну, ставит один, если я поставлю один и два и потяну, он не все равно ставит один, а происходит это потому, что сейчас программа не видит полностью все данные и поэтому не понимает, как можно пронумеровать еще и скрытые чеки, вот, что на это можно как бы предложить, можно предложить выделить в этом диапазоне только видимые ячейки, у нас есть такая возможность, только видимые ячейки, и прописать в этих ячейках формулу, формулу, которая будет выглядеть вот так, ячейка выше, она у меня пустая, поэтому как бы к нулю приравнивается, и плюс единичка, завершаю через control enter, о, странненько, вообще должна была сработать, вот это да, слушайте, Вадим, хороший вопрос, прекрасный вопрос, так, ну-ка, сбрасываю, окей, угу, угу, здорово, значит, вывод не работает, вообще иногда, когда со слушателями работаешь, такие вопросы интересные выходят, которые вот сама никогда бы не придумала, видно из практики что-то было, шикарный вопрос, спасибо, итак, значит, прогрессия арифметическая, геометрическая у нас с вами находится там же, то есть, допустим, мне нужно написать что-нибудь, таблицу степеней тройки, например, начинается табличка с единички, и дальше, Excel не может маркером автозаполнения выполнять умножение, поэтому только в прогрессии, прогрессия по столбцам, тип геометрическая, шаг 3, так как нужно каждый раз на 3 умножать, ну и предельное значение, допустим, поставлю 100 тысяч снова, ну и так как мы с вами будем выполнять умножение, поэтому список будет достаточно коротенький, вот всего там 10-11 элементов, 11, вот, и на значение 59 тысяч мы остановимся, потому что следующий уже превышает 100 тысяч, это автозаполнение маркер, значит, если мы используем с вами маркер автозаполнения для работы с датами, то по умолчанию, ну, допустим, 1-6-15, 16-й, давайте, год уже поменялся, если я просто использую маркер автозаполнения, значит, он мне создает последовательность этих дат, если я буду тянуть с зажатым контролом, он мне создает копию дат, значит, что интересного, после автозаполнения у нас есть возможность выбрать дни рабочие дни и месяцы и так далее, так вот, этот момент очень удобно используют для заполнения, например, каких-то табелей, давайте чисто листик откроем, и мне нужно будет заполнить на один год значение начала и окончания каждого месяца, начиная с 1-го января, то есть 1-е, 1-е, 16-е, это у нас будет первое значение начала месяца, затем растягиваю до 12-й позиции, то есть на 12 месяцев предположительно, и выбираю из смарт-эка команду заполнить по месяцам с 1-го января, февраля и так далее. С помощью этой же позиции я могу ограничить окончание месяца, то есть столбики B я пишу последний день месяца января это 31-е, 12-е, 16-е, и дальше смотрите, мне можно было бы потянуть, но я знаю, что двойной щелчок по маркеру автозаполнения, он скопирует мне этот ряд до последней заполненной в данном случае слева ячейки, то есть не нужно растягивать, если список длинный и снова в параметрах автозаполнения я выбираю команду заполнить по месяцам вот, что особенного программа знает какой день последний в каждом месяце так, а почему 12-го правильно 1-го конечно еще раз копируем еще раз выбираю по месяцам то есть он понимает, что 16-й год високосный, что в феврале было 29 дней а не 28 как всегда вот зачем такая задачка нужна например у меня есть некие данные которые не меняются внутри месяца например цены какого-то товара да вот и я их заполняю допустим тем же маркером автозаполнения 100-110 то есть каждый месяц у меня на 10 будет больше копируем вот а дальше моя задачка моя задачка заключается в чем определить по дате например цену вот с одной стороны мне достаточно только первого месяца начало первого дня месяца потому что у нас есть в функциях ссылки массивы некая функция которую многие слышали или по крайней мере слышали но многие знают это функция ВПРа функция ВПР говорит о чем по нужной дате ты можешь определить какую-то позицию а нужную дату я пока еще не прописала поэтому в ячейку H1 я сначала ввожу какую-нибудь дату дата которая меня интересует например сегодняшняя это 4 6 16 и мне нужно определить цену для этой даты она у нас находится в промежутке между 1 июня и 1 июля но из вот этих двух какой мы будем брать за 160 или 150 150 да то есть июньскую дату так вот значит функция ВПР кстати я вам сейчас показываю для тех кто не все работают автозавершением показываю как формула завершается когда мы ставим ячейки равно и ставим В первую букву месяца первую букву имени функции программа нам выдает список функций на В соответственно укорачиваем мы вводом допустим второго символа и так далее выбор из списка выполняется клавишей tab или двойным щелчком мыши и выводится подсказочка в качестве аргументов какие аргументы у нас у ВПР есть искомое значение искомое значение это та дата которую мы будем искать в нашем диапазоне это чейка h1 далее точка запятой таблица где находятся конкретная дата и наши данные это весь вот этот диапазон обычно мы говорим о том что таблица в ВПР должна быть зафиксирована жестко зафиксирована но так как я формулу копировать не буду это в общем-то не обязательно дальше третий аргумент является номером столбца то есть столбец с ценами у меня по счету третий поэтому номер столбца и последний аргумент точность поиска здесь есть два варианта либо истина либо ложь истина или единица это приближенное значение а ложь или ноль это точное значение вот здесь стоит как бы немножко остановиться нам нужна дата 4 июня есть ли вот в этом столбике дата 4 июня ее нет поэтому можем ли мы использовать ноль точное совпадение он скажет я такой даты не вижу не знаю поэтому нет и здесь как раз используется единичка он говорит найди приближенную меньшую то есть спустись вот по этому диапазону просмотри все даты на совпадение 0406 и как только ты встретишь первое значение больше чем искал это значит что твоего ниже не должно быть потому что у единицы есть обязательно условие столбец должен быть отсортирован по возрастанию вот остановись на этом значении 1 июня вернись в предыдущую строчку и твои данные будут находиться именно в ней поэтому здесь мы ставим с вами либо истина либо единичка кстати либо ничего не ставим потому что по умолчанию стоит единица и завершаем вот и вот как раз наши 150 и являются ответом данной задачи вот значит что дальше дальше иногда иногда требуют работу с датами но говорят а мне нужно чтобы он здесь месяц записал что было написано январь февраль март апрель там и так далее это у нас форматирование мы выделяем столбец или можно сразу нет давайте один столбец открываем диалоговое окошечко формата или числовой формат и в принципе в автоформатирование у нас с вами есть позиция которая называется март тип дата март жмем ок и получаем вот такие данные январь февраль март визуально это тексты реально это даты поэтому в данном случае функция впр продолжает работать то есть она работает как с датами очень часто спрашивают а можно ли так с текстами сделать то есть если у нас вот эти значения будут текстовыми кстати как их заполнить у маркера автозаполнение есть встроенный список один из них это список месяцев то есть я ввожу название первого месяца растягиваю и он пишет декабрь по декабрь с января по декабрь так вот будет ли у меня сейчас работать моя функция если эти данные заменят первый столбик вот сразу видим решетка НД говорит о том что данных таких нет потому что в этих ячейках тексты а мы просим найти там дату вот поэтому если вы хотите чтобы было написано месяц но впр работал как с датой пишите так даты заполняйте меняйте формат и соответственно работайте визуально с текстами реально с датами ну а далее как бы я возвращаюсь к маркеру автозаполнения мы посмотрели как есть у маркера автозаполнения список месяцев полная сокращенная форма типа январь и соответственно все то же самое будет и есть возможность ввода дней недели то есть дней недели точно так же мы вводим какой-нибудь первый день либо пене либо понедельник хотя не важно можно со среды начать и растягиваем растягиваем до допустим до воскресенья либо оттащим дальше и соответственно используем список более широкий более длинный вопрос а можно ли понедельник связать с датами то есть сделать так чтобы программа писала понедельник вторник а реальных ячейках находились даты вот это тоже можно делать через форматирование если интересно давайте сделаем допустим 1 января 16 же года растягиваем на несколько ячеек вниз вот а далее далее я чтобы было интереснее привязываюсь к этому диапазону через равно равно B16 и копирую хочу чтобы было написано понедельник или допустим 1 января или какая там у меня дата сейчас посмотрим итак кстати задачка из третьего уровня Excel пользовательские форматы смотрите я выделяю диапазон с датами открываю окно формат ячеек и перехожу в раздел все форматы и здесь я вижу что в поле тип у меня проставлено dd.mm.gg d это дни 0.1 m это месяц 0.1 и 4g это 2016 между ними точка то есть реально в Excel не хранятся даты вот так вот в виде они хранятся в виде чисел так вот мне нужно чтобы Excel вместо вот этой вот всей фразы написал мне просто pnvt и так далее день недели в сокращенной форме это код который устанавливается так 3 большие буквы d кстати это была пятница и так 3 большие буквы d это сокращенная форма дни недели если поставите 4 вы увидите пятницу в полном виде и так pt ok соответственно вот это я удаляю чтобы не было видно вот такая вот ситуация с понедельника по пятницу а с пятницы по пятницу оказалось вот так даже вот значит зачем чтобы можно быстро было допустим отформатировать по дню недели например хочу отформатировать только субботу и воскресенье что я должна сделать я должна каким-то образом привязаться к этой дате а кстати давайте сделаем еще pt сделаем текстом и попробуем вариант привязки к тексту и привязки к дате значит если мне нужно привязаться к тексту тогда выделив диапазон я открываю условное форматирование а дальше мне нужно сказать что текст содержит pt вернее sb или wse субботу или воскресенье и это значит в правилах выделения ячейка ячейк выбираю текст содержит ставлю sb суббота и говорю как покрасить ну можно оставить такой вариант какой есть дальше захожу условное форматирование правила выделения текст содержит и ставлю vs воскресенье и окей то есть вот так я привязалась к тексту причем в каждом в каждой ситуации в отдельности если мне таких текстов придется красить много это не очень удобно поэтому значит что можно сделать можно вспомнить о том что у нас есть такая функция которая позволяет делать связочку связочку нескольких условий или говорит о том что либо первое условие либо второе либо третье должно выполниться в моем случае я должна сказать или ячейка содержит содержит слово или фразу сб дальше поставить точку сапитой или содержит vs воскресенье ну естественно это будет не в таком виде написано по всем правилам что сделаем давайте попробуем поставить это условие но покрасим мы другим цветом допустим зеленую какую-нибудь заливочку сделаем чтобы видно было что произошло изменение итак выделяем снова диапазон открываем условное форматирование и так как я буду включать формулу мне уже нельзя пользоваться вот этими готовыми настройками ухожу на создать правило итак создать правило раздел использовать формулу и по всем правилам формул мы формулу пишем для первой активной ячейки то есть это у нас ячейка будет а16 у меня это ячейка а16 но с тем условием что она должна правильно раскопироваться на все ячейки вниз поэтому я экселью говорю мне нужна ячейка а16 но в условном форматировании программа сразу предлагает абсолютную ссылку на ячейку значит что я могу сделать в принципе столбец у меня везде а могу доллар переда оставить но строчки у каждой ячейки свои поэтому перед 16 я должна доллар убрать но либо оставить относительную ссылку вообще без долларов либо хотя бы убрать перед 16 меняю напоминаю клавиши f4 так что а ну да я там уже начала щелкать значит клавиши f4 меняю ссылку хотя бы на доллар а16 далее мне нужно сказать что это а16 должна равняться и вручную я вожу в кавычках так как это текстовая константа sb суббота далее ставлю точку с запятой и снова иду в ячейку а16 снова снимаю доллар перед 16 и ставлю условие равно в кавычках vs воскресенье но это пока перечисленные аргументы мне нужно эти два условия связочкой связать у меня как мы уже разобрались это функция или поэтому функцию или очень аккуратненько нужно вписать после равно вручную открыть скобку встать в конец и скобочку закрыть можно было все изначально сделать но как бы хотелось показать что перечисление должно всегда в логическую связку заворачиваться вот а дальше открываю вкладку формат и говорю что мне нужна заливка допустим какого-нибудь зелененького цвета можно даже посветлее чтобы видно было что шрифты остались те же самыми так зелененькая окей еще раз окей вот такое у нас с вами условие получилось и видно что от первого условного форматирования у нас остались шрифты цвета шрифтов а от второго от формульного у нас остались зеленые заливочки вот с чего мы начинали мы начинали с того как можно покрасить то же самое но привязавшись к дате как вы думаете сейчас у нас условие какое должно быть вот здесь мы говорили текст содержит а здесь ну как нет идей к чему мы должны привязаться ну в дню недели да ведь но только не через текст а через число так вот смотрите в экселе есть функция которая называется день нет день недели и если я сейчас сошлюсь на какую-нибудь ячейку например на тоже на 1 января то вторым аргументом этой функции является выбор а какой вид у вас или тип нумерации и здесь у нас всегда было 3 а вот 16 версии появились еще какие-то непонятные пока то есть там с порядковыми номерами связаны смотрите день недели если мы сейчас поставим единичку то он день недели будет считать по правилам первый день воскресенья последний седьмой суббота это не наша нумерация не русская у нас первый день недели это понедельник а седьмой это воскресенье поэтому мы в типе ставим двойку ставим двойку и закрываем формулу так вот смотрите пятница соответствует пятому дню по этой формуле видно значит какое условие мы должны поставить чтобы программа нам определяла субботу и воскресенье ну если день недели либо какой суббота шестой или или седьмой то есть нам нужно сказать день недели шестой точка запятой день недели седьмой субботы воскресенья и эти два условия связать функции какой и или ну одновременно в одной ячейке субботы воскресенья или хотя бы одно здесь у нас снова будет функция или то есть или день недели шестой или день недели седьмой вот чтобы не прописывать вот это все с нуля в формуле я сделаю так скопирую текст формулы через строку эскейпом уйду отсюда и сейчас выделяю столбец либо второй либо третий давайте второй выделяю открываю условное форматирование создать правило использовать формулу и вот эту формулу вставляю и назначаю формат ну для интереса допустим желтенький хочу окей еще раз окей и теперь у меня суббота воскресенье будут покрашены но уже при работе с датами то есть мы можем с вами использовать готовые варианты для маркера автозаполнения прописывать текстами прописывать датами превращая потом формат через формат в дни недели ну и потом через допустим условное форматирование делать вот эти календарики часто спрашивают как покрасить выходные в зависимости от того какой был вот так и раскрашиваем возвращаемся к маркеру автозаполнения как бы обратно мы поговорили о том как используются готовые списки теперь свои списки если мне нужно каждый раз вводить в одном и том же порядке какие-то нужны мне элементы и не хочется их копировать откуда-то маркер автозаполнения не работает на копию разных элементов в одном столбце поэтому что я делаю я заранее прописываю эти элементы где-нибудь в ячейке потом заношу в ячейках затем заношу эти элементы в память маркера автозаполнения ну давайте что-нибудь простенькое возьмем допустим список городов и какие-нибудь коротенькие ну что-нибудь орел например Тула Уфа что-нибудь еще Омск Омск допустим там Пермь ну и достаточно и мне эти города нужны именно в этом порядке что делаю дальше выделяю этот диапазон и дальше я должна зайти в окошко где эти все списки хранятся а хранятся они в настройках естественно файл параметры дополнительно дальше в правой части окна мы ищем кнопочку которая называется изменить списки она там близко к серединке или к концу в зависимости от версии изменить списки и так как я заранее диапазон выделила программа в поле импорт из списка импорт списка из ячеек этот диапазончик мне показал моя задачка нажать на импорт и этот списочек будет уже в памяти дали далее жму окей еще раз окей ну и допустим мне нужно в какой-нибудь диапазон например вот сюда к моей табличке добавить список городов в первой ячейке я должна ввести один из этих элементов не обязательно первый я могу начать допустим с УФИ написать УФА а дальше просто маркером автозаполнения растянуть этот списочек на весь диапазон вот то есть в том же самом порядке начиная с УФИ с зацикливанием у нас пойдут вот эти списки зачем еще можно эти списки применять давайте сделаем так вот сюда мы вставим несколько строк пустых и вот этот диапазон скопируем на полученные нами пустые строчки а дальше сделаем так отсортируем по алфавиту города то есть есть какой-то диапазон с сортированными данными а мне нужно сделать так чтобы города программа сортировала но сортировочки участвовал вот этот порядок после Орел Тула потом Уфа потом Омск что это я там ладно букву пропустила итак сортировка по указанному списку выполняется это действие через большую кнопку сортировка которая находится на вкладке данные данные сортировка данные сортировка ну ну естественно программа выделяет наш диапазон вокруг ячейки где находились предлагает отсортировать по столбцу Д столбец Д у меня получился потому что именно столбики Д если не так что-то значит открывать список и менять выбирайте тот диапазон где хранятся города затем используем мы сортировку по значениям и порядок порядок сортировки через настраиваемый список и здесь нас программа отправляет как раз в список нашего маркера автозаполнения если вы этот список заранее создали значит его можно использовать для сортировки выделяем нажимаем на ок еще раз на ок все вот они города отсортированы по тому списку который я попросила то есть пользовательские списки для авто для маркера автозаполнения точно так же как встроенные и недели месяцы и так далее кварталы можно использовать еще и для сортировки данных вот так значит посмотрели маркеры автозаполнения значит что дальше у нас с вами по теме значит мы можем использовать для работы еще и режимы таблиц в которых можно быстро заполнять данные можно их быстро форматировать и самое интересное что в режиме таблиц очень хорошо красиво пишут формулы то есть в обычном диапазоне мы формулы в одной ячейке написали потом должны растянуть а в режиме автотаблиц или автоформатов значит мы пишем формулу только в одной ячейке пример давайте наш диапазон с которым мы работали превратим в табличку для этого есть три способа но мы будем использовать самый простой находясь в любой из ячеек этого диапазона мы нажимаем на вкладке главная группа стиля форматировать как таблицу это один из автоформатов форматировать как таблицу выбираем любой стиль программа сейчас спросит ваша таблица с заголовками или нет реализирует данные видишь согласиться столбцы под именам 1,2,3 и так далее давайте их проименуем чтобы было красиво ячейку а1 мы назовем месяц соответственно B2 дата столбец 3 цена количество и сумму чем хорош режим автотаблицы значит автотаблицы тем что это авторасширяемый массив с данными то есть я в ячейке E1 пишу количество жму Enter и Excel мне сразу его заполняет давайте сюда введем значение следующее 1 Enter 2 Enter 3 выделим и двойным щелчком по маркеру посмотрим что в этом случае предлагает программа маркер автозаполнения не копирует данные а продолжает последовательность если бы мне было это нужно я могла бы сделать что 1 2 выделить и протянуть хочу копии создать 1 2 3 каждый раз поэтому после выполнения двойного щелчка если еще не отменили параметры автозаполнения Smart Tech и выбираем команду копировать ячейки тогда будет 1 2 3 1 2 3 и так далее то есть не забывайте про Smart Tech в маркере автозаполнения здесь дополнительные возможности которые иногда приходится применять по поводу цен мы с вами цены написали количество есть теперь сумма и вот здесь формула должна быть формула которая будет перемножать цены на количество и так мы работаем в режиме системной или умной таблицы поэтому формулу будем писать 1 раз равно цена ячейка С2 умножить на количество ячейка Е2 и будет нестандартная в нашем виде формула зато когда вы Enter нажмете или Ctrl Enter на завершение вы увидите что вся табличка заполнилась этими формулами то есть автоматически размножилась но правда бывают такие ситуации когда вроде работаем работаем а программа не расширяет таблицы или не копирует эти формулы это значит что кто-то сбил настройки Excel так вот настройки эти у нас с вами находятся в окне автозамена на вкладке Auto и настройки звучат так включать в таблицу новые строки и столбцы это как раз само расширение и вторая настройка называется создавать вычисляемые столбцы заполнив таблицы формулами давайте попробуем сделать следующее отключить настройки а потом включим обратно и так значит файл параметры правописания параметры автозамены вкладка Auto формат при вводе и вот эти два флажка мы отключим отключили отключили нажали на ok еще раз на ok попробуйте сейчас не важно какой какое-нибудь название допустим налог например или НДС давайте напишем НДС и все эта ячейка уже не часть таблицы и даже если я напишу формулу сумма умноженная на 18% формула копироваться на все остальные чеки вниз тоже не будет то есть само расширение ушло формулы писаться не будут и это очень неприятная ситуация когда привыкли работать с таблицами красиво и это все перестает действовать поэтому пожалуйста запомните на всякий случай где это все хранится и давайте вернем эти настройки обратно файл параметры правописание параметры автозамены автоформат приводе и вот эти два флажочка назад кстати здесь еще есть один флажок который называется адреса интернета сетевые пути гиперссылками я думаю что этот момент вы тоже видели вот например если я захочу написать свой электронный ящик допустим е сидорова собака специалист точка ру и нажму на enter моя запись превратится в гиперссылку синенькую так вот если тот флажок убрать то гиперссылка не будет это будет обычный текст так значит вопрос был у Вадима значит списки автозаполнения вот когда мы с вами города вот эти превращали в маркер списки для маркера спрашивается они привязываются к файлу или к компьютеру вот смотрите здесь все чисто логически у нас excel лежит где на компьютере ну сама программа да если мы делаем настройки всего excel значит мы привязываем эти списки именно к компьютеру а не к файлу вот если вы хотите чтобы при переносе на другой компьютер у нас этот список там же был вы просто на том компьютере проделываете ту же операцию то есть выделяете открываете изменить списки импортируете и там тоже этот список появляется вот значит надеюсь здесь все было понятно то есть автоформатирование мы с вами посмотрели где сбой произойдет и как его исправлять тоже посмотрели вот и у нас остается тема с вами это автосохранение автосохранение документов достаточно интересный и нужный момент зачем оно нужно если мы работаем работаем и забываем нажимать на сохранять вот я сегодня несколько раз отказывалась но наверное лучше все-таки сохранить мой документ под названием допустим семинар значит смотрите после того как я первый раз сохраняю свой документ в офисе идет настройка после первого сохранения включить автосохранение и нужно это для того чтобы если вдруг произойдет какой-то сбой в компьютере или в самом Excel если отключится свет к сожалению да у нас такое еще бывает вот тогда а я до этого сохранила полчаса назад что я полчаса зря просидела так вот программа запоминает последние версии и потом при открытии этого этой программы мне эти версии предлагают восстановить и настройки эти находятся снова в файле параметры в разделе сохранения что мы здесь с вами можем увидеть ну во-первых во-первых предлагать сохранять автоматически файлы под расширением xlsx это скорее всего вы все знаете да когда мы нажимаем сохранить так он сразу предлагает этот формат вот если вдруг вы видите что у вас предлагается вариант допустим версии xls 97 2003 это значит кто-то здесь же опять сделал перенастройку то есть взял и выбрал вот этот вариант вот xls в программе xl сейчас нам какие проблемы несут смотрите если я пересохраню этот файлик под расширением xls по тем же именем я получу ограниченные возможности да хочу продолжить ограниченные возможности в чем вот без макросов а значит смотрите с макросами наоборот да ситуация xls макросы хранят xlsx не могут хранить а там нужен специальный формат так вот смотрите я не могу использовать все допустим вариации оформления например графических каких-то объектов когда я рисую объект он мне автоматически предлагает форматирование и вот здесь вот у меня будет гораздо меньше цветов меньше стилей которые позволяют оформить точно так же с рисунками с форматами рисунков то есть есть ограничения форматирования далее если я сейчас применю какой-то да есть у нас с вами объекты смарт-арт например да возможно вы ими пользуетесь когда-нибудь это некие схемы которые можно рисовать с рисунками какие-нибудь для интереса с текстами с готовой схемы готовые шаблоны схем которые нам предлагает программа для того чтобы не сидеть и не мучиться взять чего-нибудь написать это то-то это то-то это то-то так вот если я использую схемы которых не было в старых версиях при сохранении он мне будет говорить вы чего-то там использовали у меня этого не было и предлагает продолжить либо просто пересохранить как новый документ я говорю продолжим и смотрите теперь если я этот файлик сохраню и открою в другой программе у меня вот эта схема она не будет редактироваться она будет мне показана как обычная картинка то есть ограничения есть пока я в данной версии Excel нахожусь я могу применять эти настроечки а вот когда этот файлик будет открываться в другой программе он скажет это картинка без права изменений и так возвращаясь к настройкам наших сохранений сохранения и так авто сохранения вот многие знают про эту настройку знают что десяточку десять минут можно поменять на две на три минуты чтобы почаще сохранялся но мало кто понимает что это сохранение включается только после первого ручного сохранения документа то есть открывает файл программу начинает в нем работать работает работает гипсер оно сохранится потом через час свет гаснет открывает Excel а никаких автосохраненных версий нет проект нужно помнить сначала сохранится а потом уже надеется на автосохранение далее если все-таки произошел сбоя при открытии программа не выводит вам окно восстановления значит вы можете узнать куда Excel может сохранять эти версии временные есть путь прописанный на диске CF папка users тот пользователь под которым вы вошли в систему и некая папка апдата ну и дальше там путь роуминг Microsoft Excel так вот вот эта папочка она скрыта то есть если я сейчас попытаюсь допустим в в своем компьютере открыть диск C пользователи где у меня тут студент под которым я вошла папку апдата я могла бы не найти нашла я потому что у меня просто настройка стоит я думаю что в Windows настройки вы возможно эти тоже знаете но на всякий случай я вам ее покажу значит кнопочка упорядочить параметры папок и поиска и вид вкладка вид и вот здесь вот в самом низу не показывать диски эта настройка по умолчанию должна стоять и тогда вы до апдата никогда не доберетесь не настройки Субтитры создавал DimaTorzok